Утро Победы встречали цветами памяти, красными как символ унесенных жизни и белыми цветами мира. Те немногие ветераны войны, у которых еще есть силы лично присутствовать на празднике, этот день начали на главном мемориале края вместе с сотнями барнаульцев. Сейчас я как раз рассказывала, для чего горит огонь. Говорю, это как бы символ того, что в наших сердцах тоже горит огонь памяти. То есть мы должны помнить тех людей, которые погибли, за то, чтобы вот эти наши маленькие сейчас внуки ходили по земле, по мирной. Там мы подходили к героям союза. А здесь просто солдаты. Подвиг не успели совершить, но погибли, тоже погибли за счастье, за мир. Парад военный сменился гражданским. Вот уже седьмой год Барнаул участвовал во всероссийской общественной акции «Бессмертный полк». В главной площади города пришли почти 50 тысяч детей, внуков и правнуков, тех, кто прошел всю войну и тех, кто не вернулся. Похоронка пришла почти сразу. А что бабушка о нем рассказывала? Какой он был человек? О, она всегда его искала. Долго ездила, искала, находила тех людей, которые с ним последние видели его перед боем. Смотрю, думаю, как хорошо, что память живет. Миллионы, миллионы героев, которых мы потеряли. Ну, хорошо, что люди помнят и читают. Ну, не надо. Кстати, впервые акция прошла и на закрытой территории. В этом году в ряды «Бессмертного полка» встали и барнаульские заключенные. «Принимал участие в войне с японцами. Ну, как я помню еще пацаном рассказывал, он на мысе, там любимый такой где-то есть, как отверженно шли самурайцы с мечами на пули. Прослужил он 8 лет, имеет два ордена». Центр Барнаула 9 мая на несколько часов стал огромным стадионом с четырьмя тысячами бегунов. Дистанции в один, два километра для начинающих, пять и десять уже для подготовленных марафонцев, а вместе это кольцо победы. Хочется в день победы прямо вот себя победить. «Вот скажите про вот этот самый первый забег, в котором вы участвовали». «Это был 1974 год, ровно 45 лет назад. Мне было 18 лет, я бежал в честь Дня Победы, тогда была длина 20 километров». Многие участники праздника могли оценить выставку ретроавтомобилей. «Черный воронок», машина Победы ГАЗ-67, американский «Додж». Все машины на ходу, собранные любителями по деталям. «Его козлик называют все в просто народе. Козлик, потому что, да, козлик, потому что эта машина, когда едет по бездорожью, очень сильно прыгает. Козлит, как выражается в народе. Многие детство свое вспоминают, потому что многие на них работали, они трудились в армии, трудились в колхозах эти машины». Но какой день Победы без песен? «Катюша», «Синенький платочек», «Темная ночь» – их мотивы по первым нотам узнает уже четвертое послевоенное поколение россиян. Зрители пускались в пляс, подпевали и пели сами. Ведь для тех, кто вырос под мирным небом, эти песни, как и память о великих подвигах предков, объединяют целый народ. «Будь дорожка фронтовая, не страшна нам бомбежка любая, а помирать нам рановато, и есть у нас еще дома дела». Анастасия Драган, День с толком.